Пролог Только что громко вопящее тело жертвы затихло, окончательно перестав извиваться и дергаться. Старик разогнулся, отстраняясь от растерзанного трупа. Встряхнул теплые капли крови с кинжала на каменную твердь под ногами. Рыдающие глазницы трогловой башки полыхнули багровым, и тут же перед мысленным взором Грукра появился сурово нахмуренный лик змеи-голового бога. «Ты испытываешь мое терпение, Ра!» Грозными раскатами грома прозвучали слова в мозгу главного шамана. В висках запульсировала разрывающая черепушку боли, а в сердце словно кто зубами вцепился. «Слишком мало эманаций смерти идёт через канал. Как же мы можем прийти в твой мир, если ты не сдерживаешь своих обещаний? Я что, дал тебе слишком мало сил и умений? Или ты считаешь, что меня можно обмануть?» Хорошо, что, предвидя подобное, старик заранее опёрся на посох, иначе не устоял бы сейчас на враз ослабевших ногах. Слегка покачнувшись от нахлынувшего головокружения, он ощупал рукой пылающую болью грудь, будто проверяя, не появилась ли в ней дыра, и подобострастно пробормотал, склонив уничижённо седую голову в высоком колпаке. «Мой повелитель, я покорно прошу не гневаться. Мы стараемся. Мой народ непрестанно прочесывает, обыскивая все близлежащие земли. Воля твоя для нас превыше всего. Мы выбиваемся из сил, но добываем пленников». «Мало!» Громыхнуло в голове, а пугающий лик божества приблизился, увеличившись, словно тот наклонился вперёд. Немигающий, полыхающий злобый взгляд змеи голового упёрся в переносицу Грукра, явно стараясь проплавить в ней дыру и добраться до мозга старого шамана. Голос же бога наполнился не менее обжигающим разум ядом. «Или ты желаешь, чтобы я забрал души всего твоего ничтожного народишки? Всё равно от вас мало пользы, ленивые твари!» «Мой повелитель, мы все в твоей воле!» Еле удерживаясь, чтобы не рухнуть на колени и задыхаясь от навалившейся дурноты, раболепно запричитал старец, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло. «Но молю тебя, позволь нам и дальше служить тебе! Мы приложим все старания в угоду твоему пожеланию! Ведь единственная наша цель – помочь тебе явиться в этот мир и стать истинным властелином над всем сущим!» «Твари, тебе!» Ворщливо передразнил бог. «Я подумаю!» Перестав буравить взглядом старика, он слегка отодвинулся. Боль, заполнившая к тому моменту всё тело Грукра, слегка отступила. «Но количество жертв должно быть увеличено, стараясь рано!» Змейголовый исчез из головы шамана, и тот обречённо вздохнул. Бог пощадил старика, хотя легко мог забрать жизнь своего верного служителя. Но Грукор нужен ему. Без его стараний злые боги не смогут прийти в этот мир. Они лишь нащупали путь, а вот протарить дорогу без помощи шамана вряд ли сумеют. Но Грукор поможет им. Костьми ляжет, но добьётся своего. И тогда весь мир ляжет к ногам злых богов, и проклятый народец будет наконец-то отомщён. Дождавшись, когда дурнота и головокружение пройдут, а ноги, наполнившись силой, вновь обретут способность нести утомлённое таким общением тело, шаман развернулся и медленно поковылял прочь с жертвенной скалы, тяжело опираясь на посох и часто вздыхая. Глава первая Перекинутая через плечо туша убитого рогача постукивалась о спину в такт быстрым шагам. Словно подгоняла болтающейся головой и без того спешащего домой муайта. Впереди, рассекая высокую траву, семенил войка, беспрестанно тычась рыжей мордой во все стороны и принюхиваясь, будто проверяя, туда ли они вообще идут. Не успевшую выпасть зимняя сероватая шерсть, торчащими клоками взъерошившись на боках и спине волка, цеплялась за жёсткие стебли травы и колючие кусты, оставляя забавный волосатый след за неугомонным другом. Позади пыхтели, стараясь не отставать, арко и той-то. Мальчишки пережили уже шестую зиму и сейчас были посланы в помощь муайта, пока не подрастут и не смогут сами стать охотниками. Иногда, правда, большаки забирали этих или других мальков с собой на выпас, но даже катание на скакунах не способно долго удержать мелких проныр рядом со стариками. На охоте куда лучше. Вот станут такими же древними, тогда и пойдут в скотопасы. А сейчас им интереснее в загончиках у охотников поотираться. Да и полезнее к тому же. Сегодня и оба малька, и войка потрудились на славу, выгнав на муайта отличного зверя. Но и сам он не оплашал. Метнул копье точно в грудь промеж передних лап рогача. Даже побегать за ним не пришлось. Так и рухнул замертво прямо перед охотником. За такое старание вся троица загонщиков была вознаграждена. Войка перепала выпотрошенная требуха, а радостные мальки арчата по очереди тащили домой копье муайта. Знатное копье. Такое в поселке не у каждого взрослого большака есть, не то, что еще у кого из молодых. Когда-то, с пару рук зим назад, когда племя еще кочевало по приморским степям, отец привез из набега обломок меча. Больше, чем локоть длиной, из отличного железа. Еле смогли тогда сбить вокруг обломанного края острые кромки лезвия. Муайта в ту пору был сам чуть постарше идущих сейчас следом за ним мальков. С диким восторгом он тогда помогал отцу вставлять обломок в расщепленный конец древка и приматывать тонкими полосками из вымоченной шкуры скакуна. Нынче эту закаменевшую обмотку и ножом не возьмешь. Держит намертво. А отец, подарив ему на вырост такое великолепное копье, взял, да и не вернулся из следующего набега. Сгинул где-то у берегов реки Урты. Мать с маленьким Муайта забрал к себе в семью брат отца, старший шаман их рода. Потом мать умерла. Но Муайта тогда прошел уже испытание, перестав быть мальком. И потому почти даже не ревел. Только если никто не видит. А потом Урта и море, в которое она впадала, стали мелеть. Говорят-то из-за того, что выше по течению большой вождь человеков соединил эту реку с другой, и тилой, лишив части силы. И орочи и степи стали хереть. Сохнуть и умирать, превращаясь в безжизненную пустошь. Все племена стали перебираться кто куда. Их род ушел вдоль речки Вешки сюда, к южным отрогам каменного хребта, и попробовал стать оседлым, выбирая себе место получше. Живут же северние горские орки, совсем не кочуя. Тем более здесь были места и для выпаса уменьшившихся табунов, и для охоты на всякое зверье. И человеки реже встречались. Одно плохо. В горах обитали совсем одичавшие серые коблеты. Впереди тревожно тявкнул Войка. Оглянулся, прижав уши и опустив хвост. Не ощерился, показывая зубы. Значит, впереди никто опасно не таится. Просто волк что-то почуял и тревожится. Муай-то нахмурился. Не нужны ему сейчас никакие задержки. В становище его ждет Триска. Ох уж это Триска! Всем она хороша! Красивая, с изумительными глазами, тонкой талией, крутыми бедрами. Ноги длинные и сильные. Грудь только пока что небольшая. Ну да это ерунда. Нарожает ему Триска пару-тройку маленьких охотников и станет еще краше. А вот руки у Триски самые нежные на свете. Что она только не вытворяла этими руками. Брать ее как жену до обряда закон не велит. Ну а ласкать и нежить друг друга, попробуй-ка им запрети. Они с Триской частенько сбегали из-под присмотра взрослых большаков к реке, где, прячась от чужих взглядов под вислыми густыми ветками прибрежных деревьев, проводили время в объятиях друг друга. Как он любил ласкать ее шею, грудь и живот, гладя руками и целуя. А как сам млел от прикосновения ее рук, настойчиво забирающихся к нему в штаны. От этих мыслей зачинатель Муайта набух и оттопырил штаны. Так что даже идти стало не очень удобно. Ладно, хоть Килт поверх штанов прикрывал бесстыдно воспрявшую плоть. Да и прятаться тут пока не от кого. Поспешить бы только надо. Пока старшие кто где и можно снова ненадолго улизнуть к реке, прихватив подружку. Войка впереди навострил уши, тревожно тявкнул, оглянувшись на Муайта. Повернулся в сторону поселка, прижал уши и, встопорщив шерсть на загривке, припустил бегом вперед. Показалось ли он действительно при этом зарычал? Ох, не нравилось это Муайта. Он оглянулся на мелких. Подустали уже арчата, плетутся еле-еле. А ну-ка! Протянул руку Карка и забрал у него копье. Давайте быстрее за мной, догоняйте! Побежал, набирая скорость, лавируя между редко попадающимися невысокими кустиками колючек. Быстрее орка в степи, только оркские скакуны бегают. Они хоть будут и пониже, чем у человеков, зато куда шустрее. Вот только воин в степи должен и без скакуна уметь быстро передвигаться. И лучших бегунов, чем кочевые орки, во всем мире не найти. Муайта рванул так, что только ноги замелькали понад землей. Мелкие приотстали, но им тут уже нигде и никак не заблудиться. До поселка всего ничего. Вон и дымы уже видно. Только что-то много их. И цвет темный. Не как от дров или скотского помета сушеного. И запах совсем не тот. Сейчас Муайта отчетливо уловил неправильный запах дыма. Словно кто-то с дуру решил спалить шкуру сдохшего скакуна. Сердце и без того часто колотившееся от быстрого бега зашлось в тревоге, затрепыхавшись под раненым хрюном. Муайта еще нападал и понесся уже совсем не разбирая дороги. Но ближе к становищу замедлился и пошел неспешно, настороженно озираясь по сторонам. Показался поселок, и орк скинул с плеча рогача. Не до него стало. Не зря ему дым не понравился. Плохой был дым. Дым от сгоревших шатров и не только. Весь поселок был усыпан телами и залит кровью. Муайта ринулся от шатра к шатру, пытаясь углядеть живых. Тщетно. Все, кто был в поселке, женщины, дети, старики, все сейчас лежали бездыханные, растерзанные и изуродованные. Триска. Где Триска? Подскочил к шатру девушке. Вот ее мать с пробитой головой и выварившимися из распоротого живота сизыми кишками. Вот самая младшая сестренка, и трех зим не пережила. Лежит на земле, раскинув ручонки и уставившись в небо мертвыми глазами с раздавленной в лепешку грудью. Вот вообще непонятно, кто из стариков уткнулся обгоревшей головой в затухшее уже почти кострище. Триски не было. Муайта заметался, не зная, куда кинуться. Краем уха уловил рычание. Войка. Это у человеков песы громкие и добрехливые. Войка не пес. Он все тихо делает. Но Муайта его всегда слышит и понимает. Орк кинулся на звук. Вздыбленная шерсть, прижатые уши и нервно подрагивающий кончик приопущенного хвоста, угрожающий рык из ощериной пасти. Войка скалил зубы, нависнув над чьим-то лежащим за крайним шатром телом. Муайта подбежал к волку. Коблит! Спутать серокожего и низкорослого уродца ни с кем невозможно, хоть вместо лица теперь и каша кровавая. Мертвый. Рядом убивший его старик Корта с перерезанным горлом. Короткие напуганные возгласы где-то позади. Орк оглянулся. Мальцы подоспели. Кинулись к своим шатрам. Той-то плюхнулся с разбега возле растерзанных тел близких, обхватив руками мертвую мать. Арка же только постоял пару секунд над своими, тихо подвывая и сжимая кулаки. Оглянулся. Увидел Муайта и рванул к нему. Подбегая, заметил Коблита. Подхватил с земли каменюку и, рухнув перед трупом серого воина на колени, с остервенением принялся разносить тому и без того уже помятую черепушку. С хрустом стали проминаться кости, расплескивая кровь и мозги недомерка. А мальчишка продолжал долбить камнем его голову, рыча при этом не хуже войка. «Вот это орк вырастет, если доживет!» «Арко!» — резко окрикнул его Муайта. «Арко! Брось его! Беги за нашими на пастбище!» Оторвать увлекшегося мальца еле удалось. Муайта развернул его в сторону выпаса и придал ускорение подзатыльником. «Давай, воин, приходи в себя и поспешай! Не все здесь лежат. Похоже, забрали серые с собой некоторых. Догонять их надо! Беги!» Но Арко и без того уже уносился обратно в степь. «Войка! И ты бросай коротышку! Пойдем! Ищи триску!» Все так же скались. Зверь нехотя отошел от трупа коблета. Поднял голову, вглядываясь в лицо хозяина. «Ищи триску! Зря она тебя, что ли, подкармливала!» Волк наклонил голову в бок, выставляя вверх правое ухо, прислушиваясь к словам хозяина. Тявкнул и, развернувшись, потрусил через поселок, изредка задирая морду повыше, допринюхиваясь. Что тут можно было унюхать сквозь дым и тяжелый запах крови? Одним ушедшим ведомо. Но Войка куда-то шел, и Муайта надеялся, что тот знает куда. Среди тел родичей попадались и трупы коблетов. Много трупов. Все же и старики, и даже женщины орков могут за себя постоять. Но, видать, сильно большой оравы и серые коротышки навалились. Не справиться с ними было. В центре становища разоренные и развороченные шатры вождя и шаманов. И туча вьющихся над телами противно гудящих навозных жуж. Вот где коблеты остались-таки без целой кучи воинов. И старые киоты, и Чанга с другими, все полегли. Но серых напоследок покрошили изрядно. Войка даже обошел место побоища, чтобы не вымазать лапы в огромные лужи уже густеющей крови. Муайта же не мог пройти мимо. Но, шагнув к телу Чанга, бывшего ему почти отцом, он коснулся пальцами похолодевшего лба и глянул в небо. Пусть ушедшие позаботятся о духе старшего шамана. Это сколько же коротышек напало на становища, если даже дохлых их сосчитать трудно. Войка уже скрылся за чудом уцелевшим, даже не обгоревшим шатром болта, почти на самом краю поселка. Нужно догонять. — Муайта! Подожди! — Это той-то. — Я с тобой! Интересно, воин в нем проснулся или одному оставаться страшно? Загляни в шатер болта. Вдруг есть кто живой. — Да, Муайта! Мелкий метнулся к шатру. Через пару секунд выскочил назад к охотнику, уже проходящему мимо. — Нет, пусто. В руках какой-то корявый каменный нож. Коблецкий, не иначе. Волк потрусил в сторону реки. И не просто реки, а их с триской рощицы. Не прямо напротив поселка, куда большаки гоняли стадо на водопой. Чуть выше. Туда, где деревья росли на самом берегу, наклонившись толстыми стволами и свесив густые ветви прямо над водой. — Мы куда? — Той-то засеменил рядом, задрав голову и пытаясь перехватить взгляд Муайта. Но тот лишнеотрывно пялился на рощу, надеясь заметить хоть какой-то обнадеживающий знак. — Туда. Махнул он рукой в сторону деревьев. — Ага. Кивнул мелкий и бросился догонять волка. Муайта хотел было его остановить, но сдержался. У каждого орка есть право на смерть в бою. Даже такого маленького. Либо научится чувствовать опасность и справляться с ней, либо отправиться в туманные пределы на попечение ушедших. Трава чем ближе к реке, тем выше и выше становилась. Войка уже скрылся из глаз. А той-то тоже вскоре одна макушка видна осталась. Да и то ненадолго. Скрылась и она. Только колыхание зарослей, смыкающихся за орчонком. Миг. Другой. И той-то совсем пропал. И тут же раздался его негромкий вскрик. Муайта перехватил поудобнее копье и замедлил шаг. Кинуться сейчас опрометью к мальку было бы непростительной ошибкой. В серых среди такой буйной и высокой растительности может целая орава скрываться. И то, что волк себя никак не проявил, еще не говорит, что опасности нет. Мог затаиться, чтобы напасть вместе с орком. Либо сбежать вместе с ним, если хозяин решит, что враг им двоим не по зубам, и лучше уйти без боя. Войка-волк умный. Если мелкий попал под нож, его уже не спасти. А бестолково подставляться под удары и скрыто. Ни волку, ни муайта, ни резон. Им еще триску найти надо. Муайта выдохнул, снимая сковывающие мышцы напряжения и расслабляясь. Движения его стали медленными и плавными. Ноги почти беззвучно раздвигали траву у самой земли, прежде чем встать на нее. Глаза выискивали любую тень опасности. А слух обострился так, что слышно стало журчание, неспешно текущее в реке воды. Снова мерный гудеж множества жуж и пыхтения той-то немного поодаль. Муайта затаил дыхание и сделал еще несколько плавных шагов вперед. Внутренняя сила переполняла молодого охотника, сдерживающего себя, но готового взорваться в любой миг бешеной энергии, разящей острым орочим копьем любого врага. Но врага не было. По крайней мере, опасного. На изрядно примятой траве лежали трое. Юная Малуна, жена Болта и два Коблета. Сорванные штаны мертвой орчанки валялись рядом с ней. Подол длинной рубахи вспорот и задран. Промеж голых раздвинутых ног, уткнувшись рожей в живот девушки, валялся дохлый коротышка со спущенными штанами. Сомкнутые на его шее руки Малуны, без сомнения указывали на причину смерти гаденыша. У самой же орчанки из груди торчала рукоять коблицкого кинжала. А в паре шагов рядом мелкий Тойта оседлал еще одного недомерка, пытающегося уползти на пузе прочь. Коблиц, скорее всего, был уже хорошенько ранен и не мог скинуть с себя озверевшего малька. Он лишь вяло сучил ногами, да бессильно скреб крючковатыми пальцами по земле. А Тойта, забыв про все, яростно втыкал ему в спину свой трофейный каменный нож. Муайта подошел ближе, оглянулся, прислушался. Никого вокруг не заметно. Эти, похоже, бросились в погоню за Малуной, да увлеклись. Никто из своих про них и не вспомнил. Из поселка-то погибших не забрали, а этих наверняка и искать не стали. Охотник шагнул к Малуне. Сдернул с нее коблета, ухватив за затрещавшие лохмотья. Отбросил в сторону. Сняв с себя рубаху, накрыл наготу девушки. Пинком перевернул труп серого на спину. Да чего же у этих проклятых тварей морды мерзкие? Серая, сморщенная кожа. Глаза на выкат, словно их кто изнутри выдавливает. Зубы мелкие и острые. Похлеще, чем у коблов. Смотреть противно. Ножки вон тощие да кривые. Зачинатель так и вовсе с букашку. Чего он с таким на Малуну-то полез? Муайта вытащил из-за пояса нож. Наклонился к коротышке, положив копье рядом на землю. Ну что? По закону ушедших, за такой проступок воздаяние одно. Пусть даже и посмертно. Ухватив и оттянув зачинатель серого, охотник откромсал его ножом вместе с волосатыми яблоками и, полоснув лезвием по горлу, запихнул все хозяйство в развершуюся щель. Жаль все же, что сдох недомерок давно. Уже не хлестал и из ран, омывая руки свежей и яркой кровью. Мелкому вон куда больше повезло, весь в алых брызгах с ног до головы. «Той-то! Пойдем!» Бросил он мальку, поднимая копье. «Ты молодец! Взял жизнь первого врага! Теперь оставь его! Мы идем дальше!» Пошел, не оглядываясь. Незачем повторять. Он видел, что мальчишка его услышал. Дальше шел, не опасаясь. Был бы тут кто из серых, давно бы заметили и напали. Столько возможностей было. До реки рукой подать. Вот и роща уже впереди. Не успел подойти к деревьям, из плетения обвисших веток вынырнула, выскользнула знакомая фигурка. Триска. Живая! В груди радостно забухало сердце. Девушка, кинувшись навстречу, повисла на шее, обвив орка руками, прильнула теплыми губами к уху. Тут же выметнулся из заросли и закружился вокруг, радостно подпрыгивая и поскуливая войко. «Пойдем!» Отстранилась от него и потянула с собой за руку Триска. Затащила его в тень листвы. Пригибаясь и уворачиваясь от веток, потащила вглубь. «Что в поселке?» Спросила, не оглядываясь. «Серые ушли?» «Ушли». Буркнул он, не понимая, куда его влекут. Не самое, вроде бы, для ласк время. «Хорошо», — кивнула она и, выпрямляясь на небольшом свободном ответа к клочке земли и меж толстых стволов деревьев, подняла голову вверх. «Все в порядке!» «Это и вправду Муайта!» «Обли-то ушли!» «Можно спускаться!» В вышине деревьев зашебуршалось. Выглянуло из листвы несколько встревоженных лиц, и охотник услышал приглушенные голоса. «Это Муайта!» «Это Муайта!» «Можно спускаться!» «Пошли!» Вновь потянула его за руку Триска. На этот раз наружу. «Здесь очень тесно. Пусть спокойно выбираются». Вышли на луг. Муайта потрепал по загревку крутящегося у ног волка. Одобрительно кивнул стоящему рядом и крутящему головой по сторонам Тойта. «Все верно! На стороже нужно быть всегда!» «Бери войка! Идите с ним в поселок! И смотри, больше не ломись диким хрюном по лугу! Внимательным будь! Мы за тобой! Если что, сигнал дашь!» Мелкий, свистнув волку, потрусил в сторону мертвого становища. А из заросли одна за другой стали появляться арчанки. «Немного!» «Четверо!» «Одна с грудничком на руках!» «Пиштва!» «Вторая жена Болта!» «Повезло ему!» «Еще зашуршало!» «Три девчонки, чуть старше Тойта Сарка!» «Похоже, самые шустрые!» «Что ж, хоть кто-то!» «Рот не умрет точно!» Муайта вздохнул. «Это все?» «Да!» Кивнула Триска. «Тогда возвращаемся!» Он развернулся и пошагал вслед за убежавшим с волком мальцом. Триска, так и не отпуская его руки, пошла рядом. «Муайта!» Спросила она. «Ты видел мою мать, Лоту и Ниру?» Голос спокойный, но глаза светили с тревогой. Тайка и Нира мертвы. Лоту серые, похоже, забрали с собой. «С собой?» Триска зажала рот ладошкой. Муайта видел, как она напугалась. Даже больше, чем расстроилась из-за смерти близких. Но особо утешить девушку ему сейчас было нечем. «Я попрошусь у старших в погоню», сказал он и почувствовал, как Триска в благодарность сильнее сжала его руку.